Интересная постановка, яркие костюмы, зажигательные номера. Дивертисмент представил отчетный концерт. По задумке режиссера, блогер, он же руководитель ансамбля Александр Лаптев, рассказывает о жизни коллектива в режиме нон-стоп. О необычной идее танцевальной постановки расскажет Злата Курбанова. Уже второй год Венера в составе ансамбля Дивертисмент. Она много тренируется, репетиций посещает ежедневно, ведь ей предстоит выступить в отчетном концерте. Боюсь немножко, просто, ну, как бы, не первый раз, но немножко все равно волнение есть. Александр Лаптев закончил Алтайскую академию искусств, после приехал в Мирный и уже три с половиной года руководит ансамблем Дивертисмент. Иногда сам участвует в постановках. В этом году у нас, ну, такой настоящий концерт, где участвует только наш коллектив. Буквально несколько номеров нам помогают, наши друзья, наши коллективы разбавляют нас. Твист, народные танцы, современная хореография, номера концерта были разные. Принять участие пригласили и другие танцевальные коллективы. Мы с ребятами тоже очень были рады, что нас пригласили выступить в их мероприятии. Думаю, мы будем дальше работать также вместе и ставить совместные номера. Идея постановки концерта интересная. В наше время модно быть блогером и вести трансляции онлайн. Это и вдохновило новую струю в постановке концерта. Новое видение концерта. Во-первых, все сейчас очень модно в видеоблоге. Хотелось чего-то нового, интересного, незамыленного. Концерт собрал немало гостей. В зале практически не было места. Зрители впечатлили яркие номера, красивые костюмы, прекрасная постановка. Зарядились положительными эмоциями. Мне очень понравился концерт. Я очень давно не была в Мирном. И тут вот попала на этот концерт, прям получилось только удовольствие. Спасибо. Правда, правда. Молодцы. Александру Сергеевичу за вот это. В планах девятый сменто дать еще не один концерт. Но уже сейчас у них идут подготовки к другим мероприятиям. Воспитанники ансамбля покажут как новые, так уже полюбившиеся зрители номера. Злата Курбанова, Алексей Меркулин, Роман Ларин, Артур Голиков, Тимур Ширыжик, телеканал «Алмазный край».